Узнается Бог через слышание заповеди Его и через исполнение слышанного. Мужеством приобретается победа. Переход евреев через Чермное море и другие чудеса. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились с Таном». И скажет фараон о сынах Израилевых, «Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его». Израильтяне по выходе из Египта направились к Черному или Красному морю. Египтяне, похоронив умерших первенцев, стали жалеть, что отпустили евреев. И тотчас фараон, собрав войско с колесницами и всадниками, отправился за ними в погоню. Он догнал их у берега моря. Увидев позади себя грозные полчища фараона, израильтяне пришли в ужас. Они стали упрекать Моисея, зачем он вывел их из Египта. Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Ободряя их, Моисей в душе своей молился Богу. Господь услышал его молитву. Облачный столб стал позади сынов Израиля и скрыл их от египтян. После этого Моисей по повелению Божию простер жезл свой на море. И вот сильный ветер погнал воду и разделил море. И пошли сыны Израиля по сухому дну. Вода же была им стеной по правую и по левую сторону. Услышав движение, египтяне погнались за ними по морскому дну. Когда же евреи все перешли на другой берег, а египтяне были еще на середине моря, Моисей снова простер жезл на море. Вода морская слилась и покрыла колесницы и всадников всего войска Фараонова и потопила египтян. Тогда израильский народ с великой радостью воспел благодарственную песнь Господу Богу, своему помощнику и покровителю. И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними, «Пойте Господу, ибо высоко вознесся он, коня и всадника его, ввергнул в море». Переход сынов Израиля через Чермное море, воды которого отделили и избавили их от нечестия и рабства египетского, прообразовал собою крещение, через которое мы освобождаемся от власти дьявола и рабства греху. Во время путешествия сынов Израиля из Египта в землю обетованную Господь сотворил много и других чудес. Однажды евреи пришли в такое место, где вода была горькая. Они не могли ее пить и роптали на Моисея. Господь указал Моисею на дерево. Как только Он положил его в воду, вода сделалась сладкой. Это дерево, отнявшее горечь от воды, было прообразом крестного древа Христова, отнимающего горечь жизни, грех. Когда у израильтян вышел весь хлеб, взятый из Египта, Господь послал им хлеб с неба, манну. Она была похожа на белые маленькие крупинки или на мелкий град и имела вкус хлеба с медом. Когда сыны Израиля увидели этот хлеб в первый раз, то спрашивали друг друга, «Мангу, что это?» И Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». «Вот что повелел Господь!» «Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по числу душ, сколько у кого в шатре. Собирайте!» «И сделали так, сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». Манна покрывала утром землю вокруг израильского стана во все время их путешествия, каждый день, кроме субботы. А когда израильтяне в пустыне пришли на место, называемое Рефидим, где совсем не было воды, то снова начали роптать на Моисея. По повелению Божию Моисей ударил жезлом по каменной скале, и из нее тотчас потекла вода. Манна в пустыне, и вода, истекшая из каменной скалы, спасшая израильтян от смерти, прообразовали собой истинные для нас пищу и питье, тело и кровь Христовы, которые дает нам Господь во святом причащении. В Рефидиме на израильтян напали жители пустыни Амаликитяне. Моисей послал против них Иисуса Новина с войском, а сам с братом своим Аароном Иором взошел на ближайшую гору и начал молиться, подняв обе руки к небу, то есть образовав собой крест. Аарон заметил, когда Моисей держал свои руки вверх, сыны Израиля побеждали врагов, а когда от усталости опускал, Амаликитяне побеждали их. Поэтому Аарон с Ором посадили Моисея на камень, а руки его держали простертыми, и израильтяне победили Амаликитян. Моисей, молившийся с поднятыми руками, прообразовал собою победный крест Христов, силою которого теперь верующие христиане побеждают видимых и невидимых врагов. Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова